Отца и Сына и Святого Духа. Я хочу сказать небольшое слово на тему, кто мы, откуда мы и куда мы идем. Что-то человек не может исследовать, грамоты не хватает. Но здесь просто необходимо узнать, а кто же мы такие. Сатана придумал разные теории происхождения человека. Более всего, похоже, обезьяна, значит, обезьяна. Мы живем как обезьяна. Но Слово Божие учит не так нас. Мы рассмотрим первые три главы книги Бытие. Первые три главы Евангелия от Иоанна. И немножко коснемся первые три главы Апокалипсиса. То есть начало, 77 книг в середину и концовку. Бог сотворил человека из земли. Эдем. Адам. Похожие имена. Адам означает красный по-нашему. Красная глина была, очевидно. Ну, по-разному. Епископ Исарион так толкует. У Златоустца немного по-другому. Василий Великий более пространно. Но никто не знает точно. Даже вопрос того, а когда воскрес Христос, никто не знает. Третий день. Ну, третий день бывает две минуты на следующий день. Ночью. Когда врата царские открыты. Когда крестный ход закончился. Первый раз священник поет Христос воскрес. Или это, когда на рассвете Мария прибежала. Эти вопросы, которые Бог сокрыл, остаются по сегодняшний день неразрешенными. Они не столь важны и не влияют на наше спасение. Главное узнать, кто мы. Мы земляные. Мы дети Адама. И вот первая разгромная проповедь, так скажем. Первое, самое уничижительное для человека решение, которое дает ему Бог. Над детьми кто командует? Мать, она главная. А над ней кто? Мать, Отец. А у него выше. А он кому? Христос. Христос Бога. И все во всем Бог. Апостол такой иерархии выстроил. И вот мы здесь видим. Люди ничего не знают. Младенцы. Ну, ребенок маленький. Я ему сейчас буду говорить, как трудно изобретался записать на магнитофон. Тридцать лет на одном месте стоял. Никто не знал, что надо сделать много колебаний там таких. Мы не понимаем. Он что знает. Вот эти колебания природы человеческой никто не знал. Но Господь выносит приговор. И приговор этот сегодня оспаривает все. И верующие. Почти все. Мне пришлось в техническом университете вести занятия. Я в пяти университетах одновременно вел занятия. 21 тысяча студентов. Из 18 стран посылают туда учиться. Это передовое такое учебное заведение. И вот там нашлась одна женщина. Она сегодня говорит слово воцерковилась. Я считаю, одно из самых поганых слов. Научиться спечки ставить. Это Евгения звать. И она исследует студентов. Три тысячи взяла. А вы будете отвечать на вопрос? Да. И она в течение пяти лет наблюдала. Это сто групп. Три тысячи человек. Из трехсот человек только один. Определенная четко и говорит. Я верующий. Я причащаюсь. Я уважаюсь священников. Я православный. На триста один. А девяносто семь процентов оказалось крещеным. И теперь спрашивают. Там 85 процентов. Кажется проценты. Это цифры хорошие. Говорят. Ну правильно это в молодости грешить. А в старости каяться. Ну а где старушки сидят. А молодые где? Они готовят потенциал греха. Никто не знал что в этом мире будет. Но Господь произнес. Смертью умрешь. А смертью прозвучала в раю. Из раю в ад. Дорога уже проложена. Исследуйте самих себя. Верили вы. Апостол Павел говорит. Исследуйте самих себя. Как? Самого себя. Напиши сам себе автобиографию. В этой автобиографии мы многое не договариваем. А почему? Никто не знает. О чем я думал в это время? Что говорил? Почему ты родителей не слушался? Непослушание. Родители преждевременно сводят в могилу. Ты убийца фактически. А в биографии ничего не написано. Когда начинаешь себя исследовать. Я сейчас криком кричу на могиле матери. Там огорчил. Здесь было не так. Я на могилу приду и не вернусь. И никогда не вернуть. А что против Бога было сделано? Как на Его голос мне отвечали? Как уже пришли в зрелом возрасте? Я в 23 года первый раз увидел Библию в глаза. Мог узнать раньше? Мог. И при том ясно, четко Бог мне показывает моменты. Когда рядом был, я рядом был, приходил в храм. Душа скорбела от пустоты ее. Хотя все было и здоровье, и деньги. Без Бога. И вот Библия, Святая Библия, нам указывает примеры брать со святых людей. Но однажды апостол Павел говорит, и от примеров, самые плохие люди могут быть. Да какой пример? От обратного. Первое постание Коринфян, 10 глава. И он перечисляет, тот-то согрешил. Там Бог вывел. Сколько вывел из Египта, не знает. Но приблизительно 2-3 миллиона. Миллиона? А Господь говорит, только два войдут человека. Не на 300 человек один знает, а на миллион буквально. А за что, Господи? И всех Бог зарыл в песок. Там легко могилы копать было. За неверие в Бога. И он перечисляет героев и перечисляет людей, которые вводили людей во грех. И говорит, 6 стих, 1 Коринфян, 10 глава, 11. Это были образы для нас, достигших последних веков. Для нас, сидящих, стоящих здесь. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они походливы. Люди выделяют всем смертных грехов. И не поминают самого главного греха. Самый главный грех не осознание греха. А что я особенного сделал? Сегодня это все так же делают. Что я особенного сделал? Это прямо сгущит. Криком кричат, что я особенного сделал? Есть грех не о том, говорю, чтобы молиться. Евангелисиан пишет. То есть и молиться нельзя. Вот у нас написано. Господь говорит. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал, милый. Всю жизнь молился. Всю жизнь кланялся Богу. А внутри остается твое яд. От себя отверглись. А тебе один раз плохо сказали, и заумирал. А святые, наоборот, допускали это все. Испытай меня, Боже. Выйду чист, как золото. Это Ио говорит. И пришли самые лучшие друзья. Они начали поносить его. Он покрытый проказой. Лишился всего имения. Семь сыновей, три дочери в один день погибают. Беды мира обрушились на него. И жена восстала. Похули Бога и умри. И он говорит. Неужели за добро будем славить Илья? Ты как одна из безумных. Вот это о нас говорится. Это наше внутреннее состояние. Он не сисюкал с Богом. Он прямо с Богом говорил, как равный. Выйди на суд, Господи. Я выиграю этот суд. А Господь, когда стал показывать, Он говорит. Вот я молчу. И раз, и два. И руки на уста положил. Когда Бог высветит своим Духом Святым, и мы увидим, кто мы. Не то, что плохие или какие-то. Никакие. Это нас нет. Но в раю Бог заложил программу. Женщина согрешила. Уму как будешь рождать. Ты рождала? Ну, ладно, я там. Простая крестьянка тут. Ну, а жена царя может без болезни рождать. Попытки были, конечно, были. Ребенок мертвый. Ей нужны схватки. Нужно выдавить его оттуда. Я грубо выражаюсь. Чтобы сокращение идет. Она все идет от сокращения где-то. В муках будешь рождать. Ну, Господи, так так сохранилось. Нет. В муках аборты делают. За перестройку у нас в Российской Федерации убито в утробе. 120 миллионов абортов. Это большое государство. А сегодня страна пустует. Никого нет. Америка почти в два раза повысила количество людей. Со всех сторон приезжают люди. Принимают гражданство. И отсюда сколько убежало. И наши родственники там есть. Племянники там живут. Хотя у них ничего там и нету еще. Все еще угождают. Угождают. И по России пулить начинают. Познать самого себя. В муках будешь рождать. Никаких предохранительных. То есть против этой заповеди все трясется буквально. А как? Ну, а вот надо контролировать. Семья. Как? Контролировать. А мужу? А вот так мужу будет влечение твое. Ты же знаешь, от чего за щела? Да я на тебя смотреть не могла. Я когда рожал, оказалось, я тебя зубами разорву. У меня одна говорит. Прошло год, месяц прошло. Я опять ласкаюсь к нему. И дороже никого нет. Почему? Заложено уже. И он будет господствовать над тобой. И будешь рождать. Одна женщина в России, Васильева. Она родила за жизнь свою 64 ребенка. Не 4, а 64. Мне было в основном по 5, по 6, по 4 ребенка рождались. Мы не знаем дальнейшая их. Какая характеристика. Ну вот такие были, не убивали. А у мужа не компьютерными играми будешь тешиться. А в поте лица будешь. В поте лица будешь, ни одного килограмма лишнего веса не будет. А сегодня сколько играет? Где? Что-то где-то рассмешить людей. Приходят, платят деньги за это. Другие научились прыгать, мячик пинать. Деньги. Везде деньги. И живут неплохо. В поте лица будешь есть хлеб твой. А не в поте лица. Не ешь. Только так ты можешь как-то сгладить то, что Бог назначил. Но когда Бог изгонял человека из рая, и написано, и у входа встал Херувим с мечом вращающимся. Ну как? Ну вот мы когда ребенок берет палку, машет, подойди попробуй. У нас есть быстрый человек. Махнул в ту сторону, пока он поворачивал, подскочил, с этой самым же палкой не играет. Но у него может быть со скоростью в тысячу раз быстрее пропеллера самолета. Но не проскочишь туда. И человек рядом посиделся, что видел, что он имел. Еще не было ни покушения, ни на мужа, никто не знает. Кто мы такие? Мы люди неведущие. Мы дети по разуму. Теперь мы с этой стороны смотрим. Господи, а что человек сделал? Плод один съел. Я уж не раз говорил об этом. Один плод. Впоследствии умерло уже больше ста миллиардов людей. Во Второй мировой войне отечественной вот была все государства мира потеряли только 55 миллионов. Примерно. А это 100 миллиардов от Адама. Шестая глава, 23 стих. Послание к римлянам говорится. В Адаме все умирают. Все. Как бы ты ни хотел. Адам бы миллионы, миллиарды. Ни дня, ни часа не продлится. Это Бог делает. Познай самого себя. Ты глиняный. Ты смертный. Ну а люди стремятся к лучшему. Ну тут говорится молитесь за старей и за начальствующих. Это здорово. Хороший царь. Давит нормально жить. Налогами не душит. ЖКХ нормально. И вот такой царь пришел. Молитесь за старей и начальствующих. Он сегодня царь. Лучшего царя. В смысле по отношению к людям. Чем царь Николай II. Его икона у нас есть нет. А как? По политическому никакой был. Допустил такую беду. Всю Россию потянули на голову. И вот пришел хорошая жена. Пример. Первая леди в государстве. Дети прекрасные. Дочерь растут. А где это было? В Греции. Маврики звать. И он даже не обращал внимания. Когда говорили. А там против тебя уже заговор делают. Ну Бог же силен. Бог защитит. Я же для Бога это все делаю. Пенсию повысил. Ничего. Спокойно. Господь осмотрит. Все это. Так. Молитесь. Я о чем говорю. Это каждый может упасть. Может удариться. Дальше мы еще не знаем. Это последний секунда момент. Что человек думал. Корил себя. Или заснул. Мы еще не знаем. И вот в это время заговор. И приходит к власти вместо Маврикия Фока. Военачальник. Сделал переворот. Ну и дальше началось. Арестовывает царя. И умиршляет. Жену убивает. Детей всех истребил. И ничего нельзя сделать. И тогда один праведник молится в пустыне. Вопьет Бог Господи. Ну за что такая кара? Кто молился пока неизвестно. Но известно. Бог ответил. Долго я искал подобного человека. Но хуже не нашлось за ваши дела. Не царь виноват. Он царь этот. Царство небесное получит. Но ребенок. Который родился. Он подрастал и подрастал. Люди не знали. А теперь молиться за кого? За Фоку. А Господь сказал и впредь. Не искушай Бога молитвой. За что и как. Бог делает то, что должно. И не нам обсуждать его действия. Познайте самих себя. Не ротали ли мы? Вышедшие из рая. Изданные. Они ничего не знали. А сегодня. Христиан на земле. 2 миллиарда 200 миллионов. Мусульман 2 миллиарда. Кланяющихся будей. Индийцы почти 2 миллиарда. Уже 6 миллиардов. А кому кланяются? Не считая мелочь. Не считая, что христианских разных сект больше 21 тысячи. У всех в руках Библии. Господь, ты сказал, ты единый Бог. Ты изгнал из рая. Чтобы мы вернулись в рай. Эти люди в рай ведут. А Господь говорит. И сын человеческий придя. Найдет ли веру на земле? Да. Господь, у нас вер много. Нет, не та вера. Прошло от Адама 1656 лет. И Бог сказал, истреблю мир. Я жалею, что создал людей. Я раскаиваюсь. Бог не раскаивается. Но нам, чтобы понятно было, если можно было бы. Как будто Бог даже не ожидал, какие люди будут. И всего-то ничего осталось. В общем, человек. Да еще из восьмерых-то еще один хамом будет. А от него уже темный континент народится. Итак, кто мы? Мы люди, не знающие будущего. Мы очень слабые, смертные. Поэтому на каждый час не говорить. Вот меня огорчил человек. Прощать ему или не прощать? Прощать, не прощать. А не простивши, молимся, прости нам грехи наши, как и мы прощаем вложникам нашим. То есть молитву можно считать. И ты мне не прощай, как и я не прощаю. Ну правильно, отсюда исходит. Кто мы? Мы люди, которые мало заботимся о суде Божьем. Написано. Помни последняя твоя, то есть смертный час, и вовек не согрешишь. А сегодня умрешь. И все наши неурядицы, они вообще даже разговора не стоят. Ну и что там было-то? Ну отняли что-то, отняли детей, убили и прочее. Никакой роли это не играет для спасения. Итак, мы смертные от смертного Адама. Я разговаривал с разными людьми. И буддисты, и мусульманами много говорил. Хорошего много везде. Их хороших людей в аду тоже много. Но нет спасителя ни у кого. И с ними когда беседуешь, очень грамотные люди. Несколько университетов. На шести языках разговаривают. Мы у них не где-то в доме ночуем. Как доходит лишь до спасения, нет. Ну вот барана, еще на баране в царство небесное зайдешь. Возмездие за грех смерть. Смерть. С этим все согласились. А поэтому шкала другая должна быть. И спасение должно быть такой же шкалы. И поэтому дальше написано. А во Христе все живут. В Адаме все умирают, во Христе живут. Это имеем только мы. Во всей красотечной чистоте только православие имеют. Как мы должны заботиться, благодарить Бога? Что нам Бог дал? В Ветхом Завете Бог разговаривал. Охо за охо, глаз выбили. Поймали голову, залежи. Так, бери отвертку, выткни глаз. Все, теперь отпустите, пусть идет. Зуб за зуб. Смерть за смерть. А в Новом Завете любите врагов ваши. А я оказался неспособный. Как враг? Столько зла сделал. Такие поношения. За последние 8 месяцев я здесь не был. Мне пришлось в черный список занести больше 9 тысяч человек, которые против меня. Кверными словами. То, что мы делаем. А Бог допускает. Посмотрите, а как мы будем смотреть? Да, я молюсь за них. Но этого мало. Ты полюби их. Я стал на молитве смотреть. Люблю ли я их? Не люблю. А это одна из невыполнимых заповедей. Как любить? А во Христе я сегодня умираю. Я на молитве прошу Господи. Я сегодня умираю. Я понял. Я расслышал. Я смертный. Помилуй их. Не дай им погибнуть. И в смертный час. Дай им раскаяние. И в судный час коснистих сердец. И Господи, не помяни их безумие. Они хулят в церковной, который у нас здесь жил. Он хурит при счастье, священство. Все. Наш потеряющий стал еретиком. Лютым проводник. И всякий скверный говорит. И ничего нельзя сделать. Изменники при любодеи делаются. Кто мы такие слабые? А почему поминаете грех? Вот там грехи отронут. Вот умер человек, справляет сарачины. Это 40 дней душа идет по мытарствам. На каждом мытарстве два дня. И на мытарстве блуда погибает больше, чем на убийстве, на гневе, на пьянстве, на злоречии. Все разные грехи собранные вместе не стоят одного греха. А почему? Человек не владеет собой. Скотина не владеет собой. Но верующий в Бога, он слышит это. Вот на день деревни, когда был у нас митрополит, я на эту тему сказал. Что грешные, супергрешные, архигрешные, Господи помилуй, 40 раз. Мы это знаем. Но когда читаем первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих, он говорит. Рожденный от Бога не грешит. Мысленно повторите, а прочитайте. 3 умножить на 3, будет 9. Первое послание Иоанна, учи их любим. Рожденный от Бога, родиться с высшей главы. Не грешит. Господи, кто скажет, что не грешит, Бога представляет лживым. Ты же сам сказал, мы все согрешаем многим. Он умышленно не грешит. Он останавливается. Я сын Божий, я усыновлен. Я теперь не тот, которого Бог и знал, а которого возвратил. И моя дорога не из рая в ад, в преисподнюю, а из преисподняя в рай ко Христу. Итак, блаженны отныне умирающие в Господе. Ибо дела их идут вслед за ними. Не грешит. И далее говорит, ибо семя Божие их в них есть. Вот что, что сейчас я вам говорю. Считать надо. От русского народа прятали на 2000 лет его. Впервые переведен на 1876 году. Но если, Господи, я его знаю. А дальше Иоанн как будто забылся, или мы ничего не понимаем. И не может грешить. Ну, кому-нибудь обратись сейчас, патриарху. Ты не можешь грешить? Как не могу? Со всеми стихами. Но первое послание Иоанна выдвигает к нам другие требования. Другие. Вот я бы поборолся. Придет антихрист, я ему врежу. Он сегодня тут отступил. Да, мне этого Иоанна, ничего не значит. Да, не значит. Но все это идет к одному. А когда он придет антихрист, тут один и говорит. А я говорю, конечно, ты будешь говорить. Я известный человек, священнослужитель. Я подойду, поздороваюсь и скажу, рад познакомиться. То есть давно ждем. Кто мы? И поэтому на первом месте, первая ступень, отвергни себя. Себя возьми бумагу, запиши. Что из чего состоишь, как встаешь. Вот она маленькая. Она на месте не может ставить. Почему семья такая? Это плод, рожденный от других людей, не от верующих. И где бы она ни была, три дня где-то была, никто не хочет больше держать. Такая смута. А что сделать? Молитва-то. Только молитва может. Молитва. А у вас терпения не хватает. Не хватает. Потому что грешный человек. Потому что на ее стороне стоит очень грозная сила. ДС. Дьявол сатана. ДС. И фамилии, которые это делает. ДС. А то человек-то не понимает. Но ты-то понимаешь. Поэтому обремяй после молитвы. Борись за эту душу. Дальше ничего не будет. Итак, кто мы? Мы смертные. Заботимся не об этом. Разбогатеть. А с собой, говорит, ничего не возьмешь. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. В этот день было так, что человек причащается и тут же упал и умер. То есть смерть – это тот самый древний проповедник, перед которым все двери распахнуты. Лежит человек, он не знает, что будет во сне, умер. Златоусь неоднократно об этом говорит. Итак, распахни сердце. Дай место Христу. Не держи в сердце ничего. Тебя Бог однажды испытал. Одно плохое слово сказали или что-то. И уже простить не можешь. Я грешный человек. И против меня только в интернете сегодня говорят. Примерно 220 роликов составлено, специальных фильмов, которые против меня. За то, что я говорю вам это. В прошлый раз я сказал. Вскрыли самое любимое имя наше, которое Бог себе назвал Иегова. Хотя по-еврейски звучит Яхва. Мы должны все-таки маленько прислушаться. Я скажу Мойша. А кто здесь такой Мойша? Моисей. А почему Моисей? Повторяю. У греков нету буквы Ш в алфавите. Иисус. Нет Иисуса. Иешуа. Иешуа. И евреи говорят. А с кем сравнивать себя с евреями? Мы говорим. Иисус среди вас был. Иисуса не было. Иешуа был. Го нацри. Я говорю. Что? Это из Назарета означает. Иисус из Назарета. Значит, теперь мы узнали. Мы его дети. Мы не грешим умышленно. И мы не можем грешить. Потому что мы другой природы. И когда Матавилов Александр Николаевич, друг Серафима Саровского, все слышал о дьяволе ДС и говорит, вот бы побороться. Он, чадо, что ты сказал? Он одним когтем может перевернуть землю. И когда он писал воспоминания, в это время порточка открыта, и туман как лента вошел в него. И начал бесноваться. И что дальше было? Ощутил и ад, и гену огненную, и тартар холода. Мы себя не знаем. А что просить? Не знаю, чего просить. Без страданий не спасешься. Просить страданий не выдержу. Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Богу нашему слава, вовеки веку. Да дарует здравия тем, кто пострадал.